Вы только берете деньги с людей, но вы ответственности не несете по вот этим договорам, по вот этим платежкам? Ваша организация несет ответственность? Трижды объясняю, что у нас заключен договор агентский, по которому мы собираем денежный состав и передаем на каждом из них. Вы понимаете, о чем я говорю? Это как в правовом поле называется, я стесняюсь спросить. Вы понимаете, о чем я говорю? Я не понимаю, вот на камеру, я не понимаю, как это с людьми можно просто взять деньги и не нести ответственность. А я не повышаю голос. У меня мало того, что свидетель сидит, еще и камера снимает, а голос не повышаю. Это в каждом видеоролике у меня звучит. Не повышайте голос, я не повышаю голос. В каждом, вы не оригинальны. Так вот скажите мне, то есть вы считаете, что вы ответственность по этим платежкам не несете теплоэнерго? Я вам уже все объясняю. Если у вас есть еще какие-то вопросы, пожалуйста. У меня простой вопрос к вам. Как житель? Как житель он к вам пришел? У него тепла дома нет, у него двое детей. Вам хорошо здесь, уютно? Я еще раз вас спрашиваю. Тепло в вашем кабинете? А там дети ходят в куртках зимних. Вас-то не волнует вопрос? Вы прохладянин? Нас волнует. Вы прохладянин? Скажите мне. А вы? Я прохладянка. А вы прохладянин? Нет. Нет? Вот оно и заметно, раз вас не волнует, жители вообще города прохладного. А меня волнует. Да, я прохладянка. Я там родилась, на этом районе выросла. Я там не живу, в этом общежитии. У меня там недалеко мама живет. Меня волнует. Почему? Они мне звонят. Они вам. Мне. Настя, что нам делать? Люди даже не знают, чего им делать и куда им идти. А вы туда приехали и засуетились только сегодня. Только после того, как мы сюда пришли к вам. Откуда у вас такая информация? Уже позвонили жильцы оттуда, потому что. Уже позвонили жильцы. Как вас, Андрей Юрьевич? Андрей Юрьевич, у меня память плохая, да. Я поэтому все на камеру пишу. Вы не знали? У меня же плохая память. Я же поэтому все на камеру пишу. У меня у телефона хорошая, а у меня плохая. Поэтому как вас, Андрей Юрьевич? Вот я вам хочу сказать, что вы зря себя снимаете сейчас в ответственность, потому что ответственность полностью на вас. И на вас, и вы сейчас пытаетесь выгородить кого? Администрацию? В суд обращайтесь. Ну, в суд, понятно, будем обращаться. В суд обращайтесь. Хотите судебной тяжбы? У людей тепла нету. Я вам уже объяснил. Вы там костры уже свои все теплоэнерго должны сжечь вокруг этого общежития. Мы подаем на данный объект тепло. А кто подает? А кто подает? Кабель, завод. Хорошо, а деньги-то вы берете? Мы обслуживаем эти помещения, взимаем плату и передаем эту плату на кабельный завод. Понятно, нормально. Они деньги берут и на кабельный передают. Это сделано для того, чтобы вы собирали эти деньги, так как у нас есть абонент спасти. И электричество в кабинете тоже нету, да? Стыдно, что ли, лицо свое всем показать или что? А почему у вас света нет в кабинете? Почему вы выключите? Потому что это не так неудобно. А за что ли вы? Ну, это прежде всего вы же здесь граждан принимаете. Здесь прежде всего неудобно находиться. Здесь темно у вас. Сегодня неприемный день. А, вон оно что. В приемные дни здесь горит электричество, да? Обязательно. А мы не люди, да? Мы вот к вам пришли сюда, потому что замерзает гигантский дом, пятиэтажный. Где больше, сколько там семей живет? Больше 50 семей живет. И вам откровенно на это... Я спрашивала, с вы кого вы выгораживаете? Это, я понимаю, что вопрос решать должна администрация. Ответьте мне на один вопрос. Вы в администрации обращались, вы лично, что у вас кабельный отказывается заключать договор? На сегодня здесь администрация на кабельный. Но. И до этого это все, главное, не обратно. Поэтому не думайте, что мы будем бездействовать. Хорошо, а будет отопление? Конечно. Когда? Это не ко мне. А к кому? К кабельным, он же подойдет. Слушайте, вы странный какой-то агент. Значит, деньги вы брать можете, а информацией вы не владеете. Очень странный вы агент. Я понимаю, да. Вот мне, вы хотя бы информацию людям давайте. Ладно, вы там ответственность себя сбросили, горите через что-то обращаете. Вы хотя бы информацию людям давайте. Вы же ведете переговоры с кабельным. Не мы, граждане. Или мы должны сами переговоры с кабелем начать вести? Переговоры. Что вам отвечает кабельный? Ответьте мне. Когда этих плаву? Кабельный, задайте вопрос. Вы издеваетесь, что ли? Как? Андрей, вы издеваетесь? Почему? Подождите, вы переговоры с кабельным ведете? Или граждане сами должны вести переговоры? Переговоры. Администрация. Эти вопросы мне в администрации задали. Почему? А где? Кабельный, вы задаваете вопросы. Слушайте, я вас еще раз повторяю. А вы наши интересы представляете или кабельный? Вы же с кабельным договоритесь по поводу наших интересов. Мы не договариваемся. Вы же агент какой-то, который деньги с нас берет. Вы же договор с кабельным вы заключаете? Вы занимаетесь в этом? Зачем вы эти глупости говорите? Да объясните мне. К вам пришли граждане, объясните. Русским языком. Я не слышу, да. Я услышала так, что вы берете здесь деньги, сидите, но никакой ответственности не несете. Когда будет тепло, вы не знаете. Вы нам советуете пойти на кабельный. То есть я вам конкретно... Вы нам предлагаете пойти договор с кабельным заключить? В обход вас? Без вас? Нам, гражданам, собраться. Кабельный 60. И пойти с кабельным заводом заключить договор самим? Я не высказываю. Если вы не слышите. Меня обычно когда не слышат. Я когда один раз задала вопрос, второй раз, третий раз. У меня терпения олимпийского нет на вас, на всех. Я обычно тогда повышаю, как нормальный, адекватный человек. Вы нам предлагаете на кабельный идти самим? Я не ответил. А как он нам ответил, Макс? Макс, ты понял что-нибудь? Мы на кабельный идти договариваться. Нам на кабельный идти договариваться? Да или нет? Просто это. Очень. Что очень? Очень просто ответить на вопрос. Нам на кабельный идти самим договариваться? Это у нас все ваши интересующие вопросы. А то, что касается кабельного завода. Если вы хотите туда, пойти, пожалуйста, входите туда. Я вас спрашиваю, у нас тепла нет. У нас тепло когда будет? Мы просто вас не перебивали. А как мне? Я вам простой вопрос задала. У людей нет тепла. Когда будет тепло? Я просто вас постараюсь. Тепло будет? Нет. У людей? Когда? С кабельным. Все вопросы. Нам идти на кабельный задавать эти вопросы? Мы не подаем туда тепло. Туда, куда подаем мы тепло, везде есть тепло. Представьте, народ. Я в шоке. Тепла не будет, да, на кабельном часе? Или будет? Будет. А когда? Как кабельный. Что как кабельный? Как кабельный что сделает? Как кабельный пустят. Как кабельный пустят? Да. А он вот, мне вот дали письмо, ваши сотрудники, что он отказывается пускать и говорит, что не будет этого дела. Ну, сидите туда и там спросите. Нам пойти на кабельный или нам все-таки с вас спросить? С администрации, я не понимаю. По кабельному такие вопросы, ходите к кабельному. Если что-то интересно в администрации, ходите в администрацию. Нас тепло интересует, когда будет, мы поэтому к вам пришли. Вы у нас получатель денег, вы деньги берете с людей. Я не объясню, почему мы берем деньги. Мы не подъем эти вопросы. Представьте, народ. Мы собираем наши деньги и передаем их на кабельный зону. По агентскому договору. Вот и все. Оказываем кабельные услуги. Так, значит, сейчас мы будем звонить, наверное, в Роспотребнадзор, потому что вы в первую очередь являетесь, как бы, продавцами, как бы вам там не хотелось обратного. Теперь, значит, мы, наверное, напишем на вас в прокуратуру, на вас лично, как за преступное бездействие, оставление в опасности большого количества жителей, которые там сейчас находятся без тепла. Вам смешно, вы улыбаетесь, да? И еще я хочу сейчас помолиться Господу Богу и попрошу отца Андрея, как представителя общественника нашего, да, Маршалкина, помолиться вместе со мной, чтобы у вас лично отопление в эту зиму не было дома совсем, чтобы у вас случилось лично в вашем доме страшная авария, вы страшно обанкротились и не позволило это вам решить эту проблему, чтобы вы на всю зиму остались без тепла. Как вы сейчас... Это я так, это отвлечение от тела. А так все понятно с вами? Без сомнения. А в принципе, чего тут еще скажешь-то? Отказались они от вас, деньги берут, и все. Будем решать по-другому этот вопрос. Все, правильно. Все. Звезда Ютуба теперь будет. Хорошо. Вы на это... Да. Ясно. Ну вот так, когда я... Кто тут капиталист? Ты? Да. Прямо баллотируешь капиталист. Я хотела быть капиталистом, а? Я себе это там не уплёк, ничего, это просто граждане сами изъявили. Когда происходят выборы, граждане, часть из них сидит дома. Это факт. Каждый год лично я постоянно. Из-за КПЛФ голосую. Хорошо, ладно, это не уплёк все сказанное, я сразу подтверждаю, что не уплёк. Но большинство говорит, коммунисты нам надоели, нам то, то, то. Я говорю, хорошо. Было плохо, можно было что-то исправить. Николай. Было плохо, можно было что-то исправить, но вы этого не хотите. Вы идёте, голосуете за Единой Россией, пожинаете плоды. Холод на дворе. Единая Россия, я вот пришёл сейчас к другу депутатов от Единой России, я это могу в это сказать. Я им приду, говорю, дорогие товарищи, на дворе есть цепь, люди замерзают, надо что-то делать. Кстати, вы же сами там. Вы вызвали МЧС? Да. Вот мы полицию вызвали, полиция этим занимается. Мы её тоже пока не видим, вон полиция занимается. Вот ещё один полиции. Вот мы полицию вызвали, полиция этим занимается. Вот мы говорим, пожалуйста, нам нужны акты МЧС, мы вызвали через дежурную часть. Мы зафиксировали через дежурную часть. Николай Степанович, это всё понятно. У людей вопрос, у них тепла нет. Тебя просили, ты их обещал. Я тебе говорю, что, вот послушайте меня, потом, вот каждый гражданин тут платит он. Кто платит, значит, законы послушать, там, кто не платит. Померите секундочку, потом скажите. За что платить? За холод сейчас. Ну, я же вам скажу. Вы, допустим, один заплатил, какой не заплатил. Это дело третье. Но, если вы живёте, если у вас парня решил собирать оплату, он на себя это обязанно создаёт. То есть, вы заплатили, он не заплатил или я не заплатил. А это уже не ваша система. А я сейчас обратил струкну. Нет, вы не протестуйте. Обратил струкну. На секундочку. У меня документы есть на этом. Вы прослушали, о чём я говорил. Я понял. Отогрение должно поступить, если я плачу одна, а все вы не будете обязаны. Подождите. Это, ну, где он отставляется? Кто отставляет? Но, так, если есть общежитие, общежитие, да, есть общественное место жительства людей. Поэтому власти обязаны вас обжалечить теплом, водой и всё. А теперь, послушайте, что они делают? Вы извините, конечно. Я даже говорю, что они делают так. С 12-го года мы сидим, каждый год вот такая война идёт за топливом. И с года в год. Столишев был у нас управляющий. Он, знаете, что сделал? Мало того, что лично я себя возьму в расчёт. То, что я перестала платить за топливие, и тысяч я должна была остаться. Я сказала, я не буду остаток этого доплачивать. Так как, говорю, сколько я к тебе обращала? Валь, что нам сейчас? Подожди, подожди. Это всё к сейчас. Подожди. Смотрите комментарии. К чему хотим? Хотим тепла? Нет. Что нам сейчас скажет? Да звонит депутат. Мы хотим это знать. Что нам сделали? Кому нам уезжать? Кому нам уезжать? А к кому мы будем уезжать? Мы полицию вызвали. Депутатов вызвали. Я не слышу от него в реальном ответа. Я тоже. Я слышу. Что нам? Да, нам. Извоков, а вот мы будем подожди. Валь, то, чтобы поворачивать. Вот сейчас. А я не подожди, что нам пришёл. Что нам делать? Нам больше не. Извоков, вот, говорит, чтобы и воз не был поныне так, да? Все граждане должны дружно, каждый, нужно от тебя написать заявление. Что? Я проживаю столько-столько. Услуг за ЗКК получаю ноль. За что я плачу? Вы напишите, я тебе привет. Вы напишите. На чём я не могу писать? Вам напишут? Вам кому писать? Прокуратуру, администрацию, президенту. Кому я буду сажать? Чтобы всё нормально? А ну давайте, а давайте ответы свои, давайте сюда. Вот нам депутат советует писать кому-то. Кому писать? Господу Богу, наверное. Отцу Андрея можно в храм. А у нас угрожены. Какой год у нас дубы холодные. Я не знаю, что у нас будет дубы тёплые. Я не знаю, что у нас будет дубы тёплые. Я не знаю, что люди плачут. Вы начали. Вот многодетная семья. Мы её поселили в автовый зал, где вот такие огромные окна, деревянные, с решётками. А она в магазине, её поселила, то администрация поселила. Ни туалета, ни печки, ничего. Вот идёте мне в комнату. Там не то, что жизнь, там просто сидеть, что-то делать невозможно. А у неё много, у неё, кстати, шесть детей и больная мать. И администрация её кинула вот у кого-то, говорит, выживу, выживу. Покажете на камеру, покажете на камеру. А там выборы и всякая жаращила, там люди хоронили, бежать грабы и раньше. А потом везде... А я как сам участвую, там, помещение холодное, не отдавали. А я хожу в администрацию, я приезжаю. А я не пускаю, я не пускаю. А я как сам участвую. Учили, я не дала, что это ведь, что тут мне правда далеко. Я тебе так чечать, я... Ты с один квадратный, четыре человека. Я вам при этом выгоди. Ну, вы ничего. Ну, вот я вам подскажу. Вы, как, скажите прямо. На сегодняшнюю ночь. Что вы, смотрите, вы... Что, сегодня денег? Вот, давайте. Вот сейчас ночь впереди, впереди. Вы, эти, заедите, 55. Вот сколько у вас уже дели? 50. Вот я ему сказал. У нас подвеча... А нужно одно... А нужно одно... А нужно одно... Или каждое... Потому что один это получше скажет, этот человек... Напиши. Напиши. На чье имя? Вот депутаты местного самого управления городского правопохода... На ваше имя. На мое имя. Я в них, как раз, право вести и получеркиваю. Хорошо. Николай Степанович, какие ответы. Людям ночевать сегодня надо. Как им ночевать? Сейчас что предлагаете делать? Вот прям сейчас, сию минуту, им что делать? У них, если сейчас... Вот эта система размёрзнется, они останутся совсем. То есть вам, чтобы действовать, нужно заявление, Николай Степанович? Ты им не выводи вот это. Ты начинаешь опять вот какие-то эти все... Видишь, что здесь в коммунистах, убери, пожалуйста. Почему? Подождите. Это в интересах их делается. Я вот... В интересах всех граждан, их детей. Я понимаю, что ни камера, ни чему... Они уже устали писать. Посмотрите, папка документов. Они пишут всем подряд. Не стой из тебя клоуна. Я уже тебе просил. Я клоуна. Да. А почему она клоуна? Она сейчас вот говорит справедливо. Нам еще нужно здесь будет. Нам завтра здесь будет. Нам нужно записать. Что нам делать? Я вот все и не пил. Вот уж пока мы это запишем, пока мы его не рассматриваем. Это тянется домой не оттуда. А другу, выходит, что мы делаем? Вот нашла. Вы уже сомнений высчитывали. Посмотрите. Это за электричество не надо. А вот тут теплоэнергии. Даже пристало. Энергоза. Нет, ну она тайна счет. Нет, она очень правильно. Нет. Для того, чтобы... Вот там зимы, да? Сего сегодня. Секундочку. Сейчас я вам запишу 50 ноября. Завтра суббота. Потом воскресенье в понедельник. Выходной. В понедельник выходной. В понедельник вторник. Мы доживем в ночи летом. Вот она. Пойдемте, я вам покажу. Пойдемте. Пойдемте. Пошли. Пойдем. Пойдем. Я вам покажу, пожалуйста. В общем, идем на экскурсию. Жаль, дорогие друзья, что запах не передаётся. Выпускайте, скорее. Шестеро детей вы там в этой квартире живете, больная мама. Три дня бумажки писали. Мы вот вам говорим, помогаем. А можно свет, пожалуйста? Нет электричества? Люди, а есть здесь... Свет отключен за неуплату здесь? То есть у вас нет даже возможности обогреться никак? Николай Степанович, шестеро детей. Потому что я детей обогревала всю зиму плиткой, потому что у меня дети были в холоде. Вот они и окна зимой, и окна. Шестеро детей, мама дорогая. Она вот так живёт уже третья зима. А есть телефон с собой? Фонарик можно включить? Это администрация дала вот эту комнату вам? Да, да. Это вам администрация дала? А ну, покажи мне всё вот это вот. Эта администрация? Приметь, три года назад дали комнату. Боже, это смеет. Вот они стоят. Боже, слушай. Это можно так оббить, я не спорю. Слушайте, просто актовый зал дали, да? Актовый зал, да. Здесь гробы раньше стояли, провожали особо покойников. Кошмар. Бедные, бедные. И нету света. Вот как сейчас быть, Николай Степанович, вот этой семье шестью детьми? У них даже электричества нет обогреться. Как им быть там? Вот так вот я и живу. И зимой у меня... Да, да, включите фонарик. Вот это было. И у меня зимой постоянно холодно. Они ко мне приходят. Они и действуют, что у меня холодно. У меня дети вносят. Ёлокки, нафиг и приезжайте, все же это всё видят. Что у меня делают? Жатятники... Ожас, ужас. И так же депутаты ко мне приезжают. Раз в год помощь мне привозят. Ужас, ужас. Слушайте, а? Социальная помощь, как многодетной матери. А вы, это хорошая мама, да? Она не пьющая, да? Она не курит, она не пьет, она не гуляет. Она не гуляет, да? Не гулящая, хорошая мама, да? Представляете? Все дети учатся, да? Представляете? Ужас. Администрация, а вы что с ума? Ну сейчас будем вот что? Смотрите вот сюда вот. Вот уже шесть месяцев течет. Мама дорогая. На все наши, вот на всю нашу просьбу помочь. Это вот как раз первый этаж. Рядом вот с этим. И вот все, все к ней, вот все, все к ней. И там уже потекло. Ладно, сейчас выключим. Теплоэнерго. Деньги там теплоэнерго платят люди. У нас, понимаете, ПТО, прохладность и теплоэнерго все степи заплатила. Уставной капиталом 260 миллионов рублей. Сейчас жильцы данного дома находятся в состоянии неживого. Отсутствие нужное, соответственно, что температура... Пожалуйста, подождите. Пожалуйста, звоните своему руководству. Пожалуйста, подождите, вам всего подойдут помочь. Я вам расскажу, чтобы проверить отопление. Вот, вот, давайте, да. А кто будет запускать? Ну? Мы не знаем, кто будет. Короче, ребята. Послушайте. Сказали, что сейчас они включат, а вы должны тут систему раскачать. Сказали, вот, уже включают, не знаю. Сказали, 6 будет все включено. Сейчас уже 6. Кто у вас старший вообще? У нас здесь старший где-то, кто-то сами. Хорошо. У вас там прислали, к вам заставили. А какую-то цель, там, типа, задания маршрутные? Задания нет, никакого маршрутного. Вы не обещали, вы не обещали, вы не обещали, вы не обещали. Вот так надо. Вы не обещали. Да, с аварии не обещали. Ну, правда, это... Что делать, газовить? Да я понимаю, электрочек есть. Задача аварии не применения. Если есть какая-то у тебя поломка несправная. Если подают скотину, я стоял. Не надо все улучшить. А вы сейчас приехали на такой пыль. А вы отдать бумажку? Сказали, там у вас кто-то что-то запускает. Вот. Я могу просто посмотреть, правильно или неправильно, или помочь. Может, запускают, откуда вы знаете. Вы слышите, значит, что говорите. Нам тоже пообещали, это доказательство, что что-то будет подавать. Нам администрация тоже пообещала, что в 6 часов все будет расхочегарено, и вы запустите вот эту систему. Мы тут при каких делах? Мы не знаем. Вы с вами руководством звоните. Вы если не понимаете. Какие дела? Если вы не можете к нам их помощи, то все. Пожалуйста, хорошо. Вы к нам их подключите. Вы своему руководству позвоните, пожалуйста. Что вас послали? Зачем послали? Кто послал? Я вам объясняю. С какой целью? Было бы ваше котельное здесь? Как вот на обтяге, на это? На кругах. Вот я вам просто расскажу. Нет. Вы подождите. Подождите. Вот я вам просто рассказываю вот так. Потому что я работал и начальником производства, и организацией большинства. Я вам рассказываю так. Вот вас прислали. Я начальник говорю так. Вань, не поедешь туда. Туда. Надо сделать тут повинство. Вот тебе документ. Раз, два, три. Все. Вас туда прислал. Зачем, кого, чего. Не пошли. Понимаете? А что, будет тепло? Да, да, будет. Тепло будет? Нет. На клоу, на клоу. Вот это нормально. Да. Предлагаю, того не отпускать. А я же говорю, а я предлагаю, так просто не отпускать. Юр, так что он сказал? Слышишь? Юр, ты как раз, ну, что он сказал? Да. И они запускают. Они вверх, они запускают. Ну, я знаю. Систему разбирать уже. Ну, а их систему запустили уже? Я не знаю. А они ждут. Они ждут. Они ждут. Все, яс. Все, все, яс.